Здравствуйте, уважаемые слушатели, уважаемые зрители. Мы продолжаем с вами чтение курса технологии ведения переговоров. На прошлом занятии мы с вами обсудили возможности повышения эффективности общения, разобрали определенные техники общения, техники слушания. И сейчас наша задача состоит с вами в том, чтобы дать определение самому понятию переговора. Известный американский специалист по ведению переговоров Джеральд Ниренберг в своей книге «Гений переговоров» пишет следующим образом, начиная книгу. Успех в жизни зависит от того, насколько успешно вы ведете свои переговоры. Ведь в каждом аспекте, в бизнесе, в социальной области, в отношениях между людьми ощущается потребность в переговорах. Из своего личного опыта и исследований я сделал вывод, что в жизни можно вести переговоры по всем вопросам, при любых обстоятельствах и в любое время. Ниренберг подчеркивает, что люди ведут переговоры всякий раз, когда обмениваются идеями с намерением изменить взаимоотношения, когда пытаются прийти к согласию. То есть переговоры занимают важное место не только в нашей деловой, профессиональной жизни, но и в нашей повседневной жизни. Следует отметить, что во многих цивилизованных странах культуре переговоров придается очень важное значение. Издается большое количество литературы по данному вопросу, проводятся многочисленные курсы, семинары, разрабатываются компьютерные обучающие программы и так далее. В современной России многие деловые люди не имеют опыта ведения переговоров, потому что никогда и нигде этому не обучались и не владеют искусством ведения переговоров. Поэтому проблема овладения навыками и умениями ведения переговоров и всего переговорного процесса становится в настоящее время просто чрезвычайно актуальной. Большую помощь в решении этой задачи могут оказать советы и рекомендации отечественных и зарубежных исследователей, специалистов, в том числе, как мы с вами сегодня уже упомянули, известного американского специалиста Джеральда Ниренберга, на которого будем еще сегодня неоднократно ссылаться. Собственно говоря, что же такое переговоры? Переговоры – это обсуждение с целью заключения согласия между кем-либо по какому-либо вопросу. Таким образом, это слово толкуется в четырехтомном академическом словаре русского языка. В этом определении, которое приводится в словаре, подчеркивается специфика данного вида коммуникации, его отличие от других видов коммуникации, в том числе от беседы. В беседе партнеры обмениваются взглядами, точками зрения, информацией, а в процессе переговоров его участники обычно добиваются соглашения по обсуждаемой проблеме. Конечно, на практике порой бывает достаточно сложно провести такую четкую грань между переговорами и некоторыми видами деловых бесед, ну, например, какими-то проблемными или организационными, или творческими беседами. То есть фактически любая беседа в реальности может перейти, перерасти в переговоры. В свою очередь, стороны, ведущие переговоры, не всегда готовы к совместным действиям, и зачастую ограничиваются обменом взглядами и обменом информацией. Да и само слово «переговоры» в русском литературном языке имеет еще одно значение, зафиксированное в словарях. Это обмен сведениями, мнениями, разговор. Существуют различные подходы к описанию переговоров. И, естественно, собрав в литературе по этому вопросу разные подходы к выделению видов переговоров, мы можем с вами представить такую достаточно развернутую типологию переговоров. Можно выделять различные виды переговоров в зависимости от сферы деятельности. В зависимости от сферы деятельности, в которой они ведутся, мы можем выделять переговоры дипломатические, политические, экономические, военные, торговые, производственно-технические и административные. По большому счету, этот список может быть продолжен, потому что сферы деятельности бывают, как вы понимаете, очень разнообразны, и в каждой сфере деятельности существуют ситуации, при которых необходимо вести переговоры. Далее, переговоры могут классифицироваться по такому важнейшему признаку, как цель переговоров. По цели, которую ставят перед собой участники переговоров, мы выделяем переговоры о заключении соглашения или договора, о продлении действующих договоренностей, о координации совместных действий, об изменениях в договоре уже существующем и каком-либо перераспределении взаимных обязательств, о выполнении соглашений. Мы можем выделить переговоры о нормализации отношений и снятии конфликтных моментов. Переговоры могут вестись для успокоения оппонентов при затягивании решения той или иной проблемы и могут вестись для привлечения внимания общественности к обсуждаемым вопросам. Как вы понимаете, здесь тоже можно продолжать список, потому что целей, которые мы ставим перед собой в процессе переговоров, мы также можем выделить бесконечное множество. Существует еще один способ классификации переговоров по характеру взаимоотношений между сторонами. По данному признаку выделяются всего три вида переговоров. И названия у этих переговоров достаточно условные. Это партнерские переговоры, где участники переговоров партнеры, и они работают в условиях сотрудничества. Это конкурентные переговоры. Участники этих переговоров конкуренты, соперники. Они борются за получение больших выгод и каких-либо преимуществ, и конфронтационные переговоры. Это те переговоры, участники которых находятся в конфликтных отношениях. Несмотря на многообразие представленных видов, все переговоры имеют много общего. Характеризуются определенным набором признаков, которые необходимо учитывать в практической деятельности. Важнейшая особенность переговоров заключается в том, что мнения участников частично совпадают, а частично расходятся. При полном совпадении взглядов оппонентов переговоры не нужны. Необходимы просто какие-то совместные действия для решения поставленных задач. Если же позиции сторон, принимающих участие в переговорах, диаметрально расходятся, то есть они прямо противоположны, и участников общения на данный момент вообще ничто не объединяет, за стол переговоров также садиться нельзя. Нужно сначала выждать определенное время, необходимое для сближения позиций противников и для появления определенных точек соприкосновения, которые сделают эти переговоры возможными. То есть без наличия какого-либо взаимного интереса переговоры также невозможны. Переговоры являются очень эффективным средством разрешения конфликтов, каких-либо спорных вопросов. Они нужны для установления доброжелательных отношений и для налаживания сотрудничества. Следует иметь в виду, что переговоры – это не игра, это не война, не поле битвы, не театр военных действий. Поэтому недопустимо начинать переговоры с вот таким вот настроением, во что бы то ни стало, одержать вверх над противником. Как пишет Ниренберг, целью переговоров является не мертвый соперник, не раздавленный, загнанный в угол оппонент. Это никому ничего не дает. Так, например, Ниренберг описывает в своей книге в качестве примера, ставшего буквально классическим, историю с газетным бизнесом в Нью-Йорке в 60-е годы. Бритран Паверс, который был главой союза печатников, стал широко известен как человек, который всегда умеет добиваться нужных сделок. С помощью пары парализующих забастовок печатники Нью-Йорка добились для себя замечательных контрактов. они смогли получить более высокие зарплаты. И не только это. Они смогли добиться, например, от газет запрета на автоматическую установку таблицы, тем самым расширили рабочие места. То есть массу разных льгот они для себя получили. За столом переговоров печатники, безусловно, победили, потому что они стояли до конца. Но к чему это привело? А это привело к тому, что вообще все газеты зашли в экономический тупик. Три главные газеты Нью-Йорка в конце концов слились в одну. То есть представьте себе, что две трети рабочих мест были сокращены. Соответственно, по поводу сокращения рабочих мест печатники устроили очередную забастовку, достаточно продолжительную, которая привела к тому, что и оставшаяся ведущая газета просто-напросто разорилась. Что получилось в итоге? Нью-Йорк остался с одной вечерней и двумя утренними газетами, а тысячи работавших в центральных газетах людей остались без работы. С одной стороны, вроде бы переговоры прошли успешно. Печатники добились необходимого результата. Однако в итоге этих переговоров пациент оказался просто-напросто мертв. Это лечение, которое привело не к выздоровлению, а, соответственно, к значительно более тяжелым и печальным последствиям. И вот на самом деле с подобными ситуациями приходится сталкиваться достаточно часто. В последнее время администрация городов и районов допускает, например, перепрофилирование и использование не под назначением зданий дошкольных учреждений, которые не являются муниципальными, городскими, а принадлежат тем или иным ведомствам. Естественно, это вызывает тревогу со стороны работников народного образования, родителей, общественности и так далее. Но, тем не менее, ситуация достаточно распространенная. Вот ситуация выглядит следующим образом. В определенном городе, не будем уточнять, в каком полгода не работал ведомственный детский сад. Его якобы закрыли на ремонт, но при этом все объявленные сроки ремонта прошли, детский сад не открывается. И надо отметить, что до закрытия детский сад был неплохо оборудован, там удобно расположен, там работал хороший коллектив воспитателей и так далее. Соответственно, начинают упорно ходить слухи о том, что руководство предприятия, на балансе которого находится этот детский сад, просто успело продать его какой-то коммерческой структуре, которая имела поддержку в администрации, и, собственно говоря, детского сада здесь больше не будет. Сотрудники детского сада, естественно, не желая потерять работу, неоднократно обращаются в администрацию с просьбой помочь решить этот вопрос. Руководство предприятия, при этом ссылаясь на свое трудное экономическое положение, занимает очень жесткую позицию в этом конфликте и через арбитражный суд добивается своего. Помещение детского сада было действительно продано коммерческой организацией. Соответственно, коллектив воспитателей детского сада распущен, у массы родителей возникают проблемы. Но к чему это приводит? А это приводит к тому, что если сад ведомственный, то родители, у которых возникли проблемы с устройством детей, это сотрудники того самого ведомства, на балансе которого находился детский сад. Соответственно, родители, работавшие на предприятии, и, скажем так, столкнувшиеся с проблемами, когда они не могут устроить своих детей, просто-напросто вынуждены были уволиться с работы. При этом через какое-то время коммерческая структура разоряется, так и не успев расплатиться за выкупленное помещение. И предприятие остается просто-напросто ни с чем. Вероятно, каждый из нас может вспомнить немало примеров, когда в ходе напряженной борьбы одна сторона одерживает вот такую окончательную решительную победу над другой, победитель получает все, чего он добивался, а проигравший при этом попадает в унизительное положение. Однако подобное, скажем так, разрешение проблемы всегда оказывается неустойчивым. Почему? Потому что человек, попавший в унизительное положение, оказавшийся в полном проигрыше, все равно будет копить силы для реванша. И через какое-то определенное время, которое необходимо было проигравшему для того, чтобы оправиться и набраться сил, проигравший вновь начинает искать средства для изменения ситуации. То есть устойчивой эта ситуация при вот таком явном выигрыше одной стороны и абсолютном проигрыше другой никогда не будет. При правильном ведении переговоров, как, например, утверждает Неренберг, формулируя главную идею своей книги, побеждает каждый участник, выигрывают все. Именно за счет этого, скажем так, финал переговоров, тот результат, который эти переговоры приносят, оказывается устойчивым. Как подчеркивают многие специалисты по ведению переговоров, успешные переговоры – это прежде всего взаимовыгодные решения. То есть это наиболее приемлемые для той и другой стороны в данной ситуации. В книге «Как уцелеть среди акул» Харви Маккей пишет, сделку всегда можно совершить, если стороны считают ее взаимовыгодной. Девять из десяти судебных исков обычно завершаются до рассмотрения в суде, поскольку даже самые ожесточенные противники сядут за один стол, если их удастся убедить, что для них самих переговоры выгоднее, чем схватка. Что бы вы ни пытались купить или продать, сделка состоится, если вы сумеете продемонстрировать другой стороне, чем она для нее выгодна. Рассказывают, что когда Моисей спустился после того, как получил от Господа десять заповедей, он сказал, так вот, мы это обсудили вместе, я уговорил его ограничиться десятью, но запрещение прелюбодеяния все-таки осталось. Ну, мы не можем с вами, скажем так, относиться всерьез к примеру, который приводит в своей книге Харви Маккей, но вот эта заинтересованность сторон является абсолютно очевидной. Абсолютно все исследователи обращают внимание еще на один очень важный аспект ведения переговоров. Они считают, что в переговорах главным является не анализ позиции оппонентов, хотя это бесспорно важно и необходимо, а учет интересов сторон. То есть на первый план выдвигается поиск баланса интересов и их соотношения. Основной вопрос состоит в том, как разрешить противоречия интересов и в наиболее полном объеме реализовать их совпадение. В зарубежных пособиях по переговорам приводится такой пример. Две сестры спорят о том, как разделить апельсин. Каждая излагает аргументы, которые обосновывают ее желание получить, если не весь апельсин, то, по крайней мере, большую его часть. Они долго спорят и в конце концов решают разделить апельсин пополам. На первый взгляд, безусловно, решение кажется справедливым. И первая реакция, после того, как мы сталкиваемся с этим примером, сказать, нужно было сразу так сделать. Однако решение это справедливо только на первый взгляд. Потому что в данной ситуации мы приняли решение, исходя из вот такого количества участников. И деление провели тоже количественное. Но мы забыли спросить о том, при том, что поделили апельсин поровну, мы забыли спросить о том, зачем каждой из сестер нужен был этот апельсин. Одна хотела выжать апельсиновый сок, а второй нужна была цедра для того, чтобы испечь кекс. И деление апельсина пополам в итоге оказалось невыгодно. Ни одной, ни второй. И на самом деле, о чем говорит этот пример? Он говорит о том, что стороны долго и упорно обсуждают позиции, но не затрагивают самого главного. Они не затрагивают вопроса о том, зачем им это надо. Даже не задумываются над этим. Не учитывают интересы друг друга. Если бы они учли интересы друг друга, одна из них получила бы весь апельсин для того, чтобы выжать из него сок, а другая получила бы цедру со всего апельсина для того, чтобы испечь свой кекс. Поэтому необходимо научиться раскрывать интересы оппонирующих сторон. Уметь находить общие и координировать несовпадающие интересы. Не следует забывать, что главное в переговорах – это не удовлетворение собственной позиции, не утверждение собственной позиции, а поиск взаимовыгодного решения, взаимовыгодного результата. То есть удовлетворение взаимных интересов. К сожалению, в переговорах различного рода, особенно если, например, речь идет о коммерческих переговорах, нередко приходится сталкиваться с неумением, а порой и явным нежеланием считаться с интересами партнеров. Приходится сталкиваться с непониманием того, что только общая выгода является условием дальнейшего успешного сотрудничества. Примечательно в этом отношении рассуждение профессора Йоркского университета в Канаде Петерсона. Он обращает внимание на то, что когда два западных бизнесмена обсуждают деловые предложения, они рассуждают следующим образом. Мы объединяемся, чтобы увеличить размеры пирога, и тогда каждый получит больший кусок. А у российских бизнесменов, как замечает Петерсон, и это очень печально на самом деле, психология другая. Они полагают, что размер пирога определен заранее, и задача состоит в том, чтобы оттяпать себе самый большой кусок. Согласитесь, что наблюдение достаточно точное и не самое оптимистичное с нашей точки зрения, потому что вот этот западный подход, построенный на учете взаимных интересах и увеличении общего размера пирога, он, конечно, все-таки значительно более результативный. Залогом успешного проведения переговоров является хорошая подготовка к ним. Порой умудренные опытом специалисты переговорных процессов достаточно самоуверенно полагаются на свои силы и не находят времени или, может быть, не считают нужным найти время для кропотливой подготовительной работы. И в результате переговоров оказываются не на должной высоте. В таком случае в более выгодном положении находится тот оппонент, который просто-напросто лучше подготовился к переговорам, а вовсе не тот, позиция которого изначально была сильнее. Потому что в процессе переговоров дела, как правило, складываются в пользу хорошо подготовленного переговорщика. Подготовительный этап включает в себя отработку как организационных моментов, так и содержательной стороны переговоров. В процессе организации переговоров необходимо решить, кто будет принимать участие в переговорах, кто возглавит делегацию и как распределить обязанности между членами делегации. При этом нужно определить место, время встречи, нужно составить обязательно программу переговоров, уточнить регламент работы, подготовить помещение, оборудовать рабочие материалы, дать все необходимые поручения сотрудникам, которые будут эти переговоры обслуживать. И, как вы понимаете, нужно сделать еще массу дел. Многие из тех, кто сталкивался с ведением переговоров в профессиональной деятельности или в повседневной жизни, хорошо по собственному опыту представляют себе, что чем тщательнее продуманы абсолютно все детали предстоящего мероприятия, тем эффективнее оно проходит. И наоборот, несвоевременное и некачественное решение простейших организационных вопросов может создать атмосферу напряженности, может вызвать раздражение со стороны участников, что в итоге негативно скажется на ходе переговоров, а может привести и к самым печальным последствиям, то есть к срыву переговоров. В каждом конкретном случае перед организаторами возникает вопрос использовать в процессе переговоров команду или использовать в процессе переговоров одного участника. На самом деле это зависит от массы факторов, это зависит и от предмета переговоров, от значимости переговоров, от возможности возникновения каких-либо трудностей в проведении переговоров, от условий работы, от наличия времени. Действительно, здесь факторы, влияющие на выбор конечного решения, можно перечислять до бесконечности. Но при решении вопроса следует учитывать те преимущества, которые влечет за собой и тот, и другой вариант. То есть использование и одного человека, и команды в качестве представителей стороны на переговорах. Так, например, когда переговоры ведутся одним участником, к числу таких вот явных преимуществ исследователи относят следующие преимущества. Во-первых, это предотвращение направления вопросов от противной стороны на наиболее слабого члена команды и предотвращение возможности со стороны противника создания разногласий внутри членов команды. То есть если переговоры ведет один человек, то и слабого звена в этих переговорах нет, и разногласия с самим собой, как вы понимаете, также оказываются невозможными. Далее. Большим преимуществом переговоров, которые ведутся одним человеком, является то, что полная ответственность ложится на плечи одного человека. И всегда есть с кого спросить за результат данных переговоров. Третьим преимуществом, которое выделяют исследователи в переговорах, проводимых одним человеком, является возможное предотвращение ослабления заявленной позиции. Почему? Потому что когда внутри команды возникают определенные разногласия, то позиция, естественно, ослабляется. Если переговоры ведутся одним человеком, который, скажем так, стоит на определенной позиции, то у этой позиции появляется необходимая устойчивость. Ну и четвертым преимуществом является то, что при, скажем так, в ситуации, когда ту или иную сторону представляет один человек, обеспечивается возможность принятия решений на месте. То есть решений о том, делать какие-либо уступки, или наоборот добиваться каких-либо уступок от оппонента. Если переговоры ведутся одним человеком, ему не с кем советоваться, ему не надо обращать внимание на мнение других, он это решение принимает самостоятельно, ответственность лежит на нем, поэтому решение, соответственно, принимается непосредственно на месте. Но на самом деле в большинстве случаев все-таки переговоры представляют собой, знаете, такой командный спорт. И, естественно, чаще всего в проведении переговоров участвует команда, которая добивается положительных результатов благодаря тому, что, во-первых, в команде используются люди различных специальностей, которые могут, соответственно, скорректировать неправильное восприятие фактов. То есть когда переговоры ведет один человек, если он изначально ошибся, некому его поправить. В команде, соответственно, этого не происходит. Здесь всегда есть кто-то, кто в состоянии трезво оценить ситуацию и, скажем так, найти суть этой ситуации. Во-вторых, преимуществом командного ведения переговоров является возможность взвешивания и согласования мнений. Как вы понимаете, когда помните хорошую русскую пословицу о том, что одна голова хорошо, а две лучше, и, соответственно, когда есть возможность всесторонне обдумать ситуацию, то и решение оказывается более взвешенным. Ну и третьим важным преимуществом командного ведения переговоров является возможность выставить другой стороне более широкую оппозицию. способный лидер команды может использовать разных членов команды как исполнителей для того, чтобы добиваться уступок или для того, чтобы не позволять делать уступки. Подобный подход можно условно назвать «я должен проконсультироваться по этому поводу с моим партнером». Всегда есть возможность, скажем так, оттянуть некое принятие решений, потому что может возникнуть такая необходимость более подробного обсуждения этого с партнером. Но, как вы понимаете, в переговорах важно не только, кто принимает участие, но и для участников переговоров не безразлично, где проводятся переговоры. Переговоры, как вы понимаете, могут проводиться как на своей территории, то есть в собственном офисе, так и на территории оппонента, то есть когда мы играем на чужом поле. При определении места встречи нельзя забывать о тех выигрышных моментах, которые влекут за собой обе ситуации. Вот что по этому поводу пишет Ниленберг. Он обращает внимание на то, что если встреча проводится на своей площадке, если мы играем на своем поле, то, соответственно, у участников переговоров возникают следующие преимущества. Во-первых, у нас появляется возможность получить одобрение собственного руководства по вопросам, которые всплыли вдруг в процессе переговоров, и которые мы ранее не предвидели. Соответственно, обращение к руководству, которое находится здесь же, возможно только в том случае, если переговоры ведутся на своей площадке. Во-вторых, соответственно, на своей площадке мы лишаем противную сторону возможности преждевременно завершить переговоры и уйти, когда им удобно, как они могли бы это сделать, находясь в своем собственном офисе. Если уж люди к нам приехали, то тогда, собственно, в статье демонстративно уйти будет не просто невежливым, но еще и непрофессиональным с их стороны. В-третьих, мы помним о том, что если переговоры ведутся на нашей территории, то мы можем заниматься параллельно целым рядом других дел, иметь под рукой собственные средства производства, периодически отвлекаться. Если наши партнеры берут тайм-аут и говорят о том, что им нужно посовещаться, нам не обязательно сидеть и ждать, мы можем использовать эффективное рабочее время, освободившись. Далее. Переговоры на нашей территории дают нам определенное психологическое преимущество, потому что противная сторона приходит к нам, они в гостях. Вы прекрасно знаете, что в спорте, если соревнования проводятся на родине спортсмена, то ему намного, с одной стороны, ответственность больше перед своим зрителями, перед своими болельщиками, а с другой стороны, родные стены помогают. Поэтому, естественно, спортсмены всегда предпочитают соревнования, которые проходят на, скажем так, их территории. Ну и последнее преимущество переговоров, ведущихся на собственной площадке, на своей площадке, состоит в том, что это значительно экономит нам время, которое мы тратим на поездку, и на самом деле экономит средства. Потому что одно дело, если до партнера нам нужно доехать, я не знаю, в соседний район куда-то, или на соседнюю улицу, это совершенно другое дело, когда для проведения переговоров нам приходится ехать на другой конец страны. Соответственно, перемещение переговоров на территорию оппонента также имеет свои выгоды. Во-первых, потому что можно посвятить все время именно переговорам без отвлечений, без прерываний, которые могут возникнуть, если мы находимся в собственном офисе, и там, соответственно, возникают какие-то срочные и неотложные вопросы. Во-вторых, важным, скажем так, преимуществом переговоров, проводимых на чужой территории, является возможность придерживать информацию. Потому что у нас всегда есть возможность заявить, что вот в данный момент у нас эта информация отсутствует, у нас там нет ее под рукой, нам необходимы какие-то там документы. Как вы понимаете, если мы находимся в своем офисе и у нас под рукой этих документов нет, это будет выглядеть более чем странно. Далее мы обращаем внимание на то, что нахождение, скажем так, на территории партнера дает нам уникальную возможность пообщаться не только с официальным представителем, который делегирован для участия в переговорах, но и, например, зайти к руководству противной стороны, посмотреть вообще, что представляет собой в принципе компания, организация, производство и так далее. Иногда, знаете, общение с руководством оппонента приносит очень большую пользу. Ну и еще один, вроде бы очень простой такой, на первый взгляд, момент, но дающий действительно серьезные преимущества состоит в том, что тот, кто проводит переговоры, возлагает на себя, понимаете, бремя организационное. Здесь есть масса хозяйственных дел по организации переговоров. И вот если мы, скажем так, принимаем участие в переговорах, проводимых на чужой территории, то бремя подготовки этих хозяйственных дел мы будем, соответственно, возлагать на оппонента. При этом оппонент не будет свободен от других своих обязанностей и хозяйственные дела на нем, и масса других обязанностей на нем, а мы при этом спокойно сосредоточены и можем вести переговоры, ни на что не отвлекаясь. То есть на самом деле и в проведении переговоров на своей стороне есть целый ряд преимуществ, и в проведении переговоров на стороне оппонента тоже есть ряд преимуществ. Но, как вы понимаете, периодически возникают ситуации, когда ни одна из этих альтернатив не кажется удовлетворительной. И в таком случае, безусловно, у нас всегда есть возможность встретиться с нашим оппонентом где-нибудь на нейтральной территории. Ну, такой нейтральной территорией, например, может считаться кафе. Как вы понимаете, если это деловая встреча, и если это деловые переговоры, то в подавляющем большинстве случаев они будут представлять собой либо деловой завтрак, либо деловой ленч. Ужин – это такая, например, форма общения, которая все-таки предполагает к выяснению каких-либо личных отношений и к ведению каких-то личных разговоров, но не к решению деловых вопросов. Итак, если это деловой завтрак, то мы помним о том, что именно завтрак может оказаться самым лучшим временем для решения деловых вопросов. Но здесь следует иметь в виду, что далеко не все рождаются жаворонками и могут полноценно заниматься делами рано утром. А как вы понимаете, 11 часов утра – это уже не время завтрака. Поэтому, соответственно, мы учитываем, что встречи за завтраком в большей степени подходят, например, для иногородних гостей, подходят для того, от кого вам требуются немедленные решения. И нужны тогда, когда вопрос, требующий обсуждения, достаточно короток или когда, собственно говоря, наше время очень ограничено. Тогда мы, собственно говоря, прибегаем к организации делового завтрака. Встречу необходимо назначать на то время и в том месте, которые будут удобны для гостя. За благовременный заказ, если речь идет о завтраке, может, как вы понимаете, не получиться. Поэтому, соответственно, принимающей стороне нужно прийти пораньше для того, чтобы занять столик и дать знать метрототелю, что мы ждем гостя. При этом нашего компаньона обязательно нужно поставить в известность, что мы будем его ждать внутри за столиком, чтобы он не тратил свои драгоценные утренние минуты на то, чтобы простоять на крылечке кафе, пока мы ждем его в, собственно говоря, зале. Увидев, что гость прибыл, нужно привстать или подняться в полный рост для того, чтобы он нас увидел, смог сориентироваться, и это будет уже своего рода началом приветствия. Далее надо обязательно проследить, чтобы гостю немедленно подали кофе и как можно быстрее принесли заказ. Именно поэтому для делового завтрака мы выбираем рестораны или кафе, потому что, соответственно, уровень обслуживания в ресторанах или кафе все-таки выше, чем где-то в рабочем кафетерии. На самом деле, сам прием пищи во время делового завтрака, конечно, имеет второстепенное значение, но, тем не менее, все-таки хотелось бы как-то быть уверенным в том, что кофе, который подадут, вполне пригоден для употребления. Приступать к делам нужно сразу. Завтрак не располагает к ведению задушевных бесед. Мы помним о том, что еда и беседа должны одновременно прийти к успешному завершению. Понимаете, никто не завтракает по два часа, поэтому, соответственно, вопрос, который обсуждается за завтраком, должен быть кратким. Помним, что платит всегда пригласивший. Оплата в большинстве случаев будет более уместна наличными. Почему следует платить наличными, а не кредиткой? Просто потому, что это ускорит процесс и будет вполне уместно. Единственная ситуация, при которой все-таки лучше обратиться к оплате кредитной карточкой, если мы предполагаем, что сумма счета столь велика, что может смутить нашего партнера. На словах мы при этом высказываем благодарность за обслуживание и, естественно, никакого демонстративного, понимаете, озвучивания размера чаевых здесь не предполагается. Соответственно, если это не деловой завтрак, то кафе или ресторан может использоваться для проведения делового лэнча. На самом деле мы приглашаем собеседника на деловой лэнч только в том случае, если у нас есть вполне веская причина для этого. И сообщить об этой причине нужно сразу, передавая приглашение. Причем приглашать на лэнч предполагается лично. Ни в коем случае не нужно передавать приглашение через секретаря. Некоторые считают лэнч менее официальным предприятием и поэтому менее важным. Но имейте в виду, что у всех есть дела, и поэтому отменить встречу можно только в случае крайней необходимости. Человек, отказавшийся от лэнча, должен перенести встречу на самый ближайший срок. При этом платит за лэнч все равно тот, кто был изначально инициатором приглашения. Ну и, соответственно, если вы хозяин, придите пораньше, а если гость, приходить раньше не надо, ну и опаздывать не нужно. Нужно прийти к назначенному часу. Естественно, никаких светских разговоров на протяжении всего лэнча мы не допускаем. И перед десертом уже пора приступать к обсуждению дела, иначе время просто-напросто будет упущено. Помним о том, что пригласивший оплачивает стоимость всех услуг в ресторане. Сюда входит оплата напитков, даже если гость пришел раньше, хотя это некрасиво, с вашей точки зрения, опоздать, и успел выпить что-то в баре. Сюда входят любые чаевые, сюда входит вознаграждение в гардеробе и так далее. Если, соответственно, гость сдал свою одежду в гардероб независимо от вас, попросите у него номерок после лэнча и предъявите его в гардеробе вместе со своим, чтобы, соответственно, вознаграждение дать самому. И обязанности хозяина считаются выполненными, как только вы выйдете из ресторана. Итак, мы обсудили с вами состав участников, мы обсудили с вами место проведения переговоров, и на следующем занятии продолжим разговор о подготовке к проведению деловых переговоров. Спасибо.